Конкурс «Название самой главной мамы Екатеринбурга» в самом разгаре. На календаре четверг и у нас в студии ЕТВ по традиции прекрасные участницы конкурса «Миссис Екатеринбург-2013». Здравствуйте, дорогие девушки. Давайте знакомиться. Екатерина Чебутарёва. Это я. Здравствуйте. Ольга Мочилова. Здравствуйте. Здравствуйте. Анна Ряпасова. Здравствуйте. И Юлия Бухтаяра. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, конкурс уже набрал ход, полным ходом идёт, у вас насыщенная жизнь, уже появились какие-то, я не знаю, закулисные интриги, какие-то внутренние разборки. Что происходит за кулисами конкурса, то, что не видно? Нет, на самом деле у нас нет за кулисами никаких разборок внутренних, да. Все девчонки очень дружные, позитивные, и все просто за одно дело. Мы, как, можно сказать, одна большая общая семья, в которой есть цель, да, и мы все к этой цели идём. Поэтому никаких интриг, по крайней мере, на данный момент, я уже не знаю, что дальше будет, девочки, но на данный момент никаких интриг точно нет. У нас всё очень дружно. Девушки, наш эфир – это прекрасная возможность всем нашим телезрителям выбрать своих фавориток на конкурсе «Миссис Екатеринбург-2013». Поэтому давайте познакомимся. Я вижу, пришли не с пустыми руками, а с фотографиями, по традиции, фото из семейного альбома. Ну, вот давайте коротко о себе. С меня можно? Да. Меня зовут Анна Ряпасова, мой номер 21, мне 29 лет, у меня прекрасная, замечательная семья, муж любимый. Показывайте! Пожалуйста. Любимый муж и мой любимый маленький сынишка Никитка, которому 3 годика. Вот. Значит, я занимаюсь мастер спорта по бальным танцам, занимаюсь всю жизнь танцами. С недавнего времени также ваша коллега, работая телеведущей. Вот у меня вот нескучная совершенная жизнь, да, меня мои любимые, родные поддерживают в этом конкурсе. Вот. Все, как я уже сказала, за одно дело. Так что вот мы работаем над нашим успехом. Замечательно. И пойдемте дальше. Меня зовут Царева Екатерина. Я, вот моя семья, муж, доченька Ксюша. Я работаю в детском садике. Покажите еще фотографии. Музыкальным руководителем. Также я провожу детские дни рождения. Могу переодеться и в черепашку-ниндзя, и в какого-то коварного пирата, там, в бабу-ягу. Или наоборот быть прекрасной феей. Или нежной принцессой Рапунцель с длинными волосами. То есть различные костюмы парики. Меняю голоса. И когда я попадаю в мир детей на день рождения, я получаю столько позитива от этого. Столько я прям питаюсь. И когда спрашивают, ну что, устала? Я говорю, нет, я полна сил и энергии. Также у меня есть свой вокальный ансамбль «Мандаринка» детский. Я руководитель. И мы очень часто выступаем благотворительно. То в госпитале, в зоопарке ежегодном. Мы гости. То есть я сама его создала, и уже пять лет мы вот существуем. И также я учусь в институте на четвертом курсе заочно. Потрясающе. Катерина, здесь сможем спеть у нас в студии? Экспромтом, да? Ну, давайте мы познакомимся и все вместе споем. Хочу обратиться к нашим теле- и интернет-зрителям. Я знаю, вы сейчас смотрите, поддерживаете, болеете за своих конкурсантов. Пишите, пожалуйста, комментарии, передавайте приветы. Пишите теплые слова поддержки. Девушки, давайте дальше. Меня зовут Юлия Бухтоярова. Мой номер 14, мне 26 лет. У меня замечательная семья, любимый муж Владимир и две замечательные принцессы Виктория и Яна. Помимо конкурса я сейчас открываю ресторан итальянской кухни «Фрателли» вместе с Ивановым Евгением и Александром Спириным. Про себя могу сказать, я очень веселая, позитивная, такой большой оптимист. Очень хороший. Про меня говорят, что я хороший человек, добрый. Замечательно. Меня зовут Мочалова Ольга. Мой номер 8. У меня также доченька есть. Её зовут Алиса. Замечательный муж, который в настоящее время меня поддерживает и очень помогает на самом деле. Я работаю экономистом в медицинском центре. Помимо работы увлекаюсь творчеством, люблю декорировать предметы интерьера. Ну и занимаюсь спортом. У всех действительно столько талантов. Вот всё-таки миссис Екатеринбург – это не конкурс красоты в таком прямом его понимании. Выбирает не самую красивую, я не знаю, самую талантливую, самую общительную, всё вместе абсолютно. Споём? Споём. Легко. Давайте. Девочки, встанем. У нас... Давайте мы, пожалуйста, будем петь... Можем все зрители пригласить на финал 4 ноября. И там на финале будет звучать песня, одна из основных тем нашего финала. Наш первый выход. Да, это песня про маму, про наше солнышко. Про наших детей. Да, про наших детей. Мы хотели бы исполнить припев этой песни. Три-четыре. Спи, мое солнышко, спи там за облачком, дремлят наши ангелы, пока он в маминых руках. Спи через много лет, сына доверишь мне, и уснёшь, как маленький, пока он в маминых руках. Спи, спи, спи. Спасибо, спасибо вам огромное. Мамы все такие стройняги, наверное, совсем не кушают. Какие-то ограничения на конкурсе есть? Следят строго. Сколько ты сегодня съел, чтобы вес никто не набрал? Вот эти все, знаете, с сантиметрами. Нет, нам даже все преподаватели говорят, носить с собой покушать, там, йогурт, яблочко, чай в термосе. Мы просто не успеваем. Обязательно. У нас нет времени полноценно покушать, пообедать, поужинать, нет времени. Тем не менее, в кулинарных поединках участвуете. Да, да. Если получится, режиссер покажет нам фотографии на экране. Расскажите, что самое запоминающееся из всех многочисленных мероприятий, что уже были зрители, зрителям запомнилось, как вы вышибали деньги на нужды детей в одном из торговых центров, эти мамочки на меня напали и вытрясли 100 рублей. На самом деле, это, да, одна из запоминающихся акций, потому что данная акция направлена на благополучие, здоровье Артёма или Ина, да, все денежные средства будут направлены на его операцию, и все большие молодцы, кто поучаствовал в этой акции, даже дети участвовали и отдавали свои карманные деньги. Это очень приятно. Можно я скажу зрителям? Спасибо вам, не жалейте 100 рублей. Что мы не вытрясли, а человек сделал доброе дело, это как бы будет зачтено где-то наверху, я не знаю, это для мальчика, который болеет, мне кажется. Многие давали и тысячу рублей запросто, то есть для кого-то 5 рублей, для кого-то, то есть доброе дело, вот, сделать это великое дело. На экране, собственно, фотоотчет с вашего кулинарного поединка про это мероприятие два слова. Он прошел вчера. Было очень ярко. Да, эмоционально и... Очень. Правильно. И сейчас я даже не успела попробовать. Да, я тоже. Мы даже ничего не успели попробовать. Видимо, настолько было вкусно, да, что жюри вот попробовали. Наши власти жюри, они все попробовали. Главное, мы как хозяйки в ресторане, мы всех накормили, все попробовали. Ну, сами худее будем. Странее будем. Молодее будем. Мы затупили и танцевали, да, девочки? Да, и всем было очень весело. Девушки, мамочки, красавицы, телеграфным стилем за прошедшую неделю, что еще было яркого? За прошедшую неделю, ну, вот... Благотворительные акции у нас были. На благотворительные акции. Это в лотере была акция сбор денежных средств. У нас был «Голден Энджел» в праздник, да, детский, в детском магазине. Модный показ, мы там участвовали и даже выиграли сертификат в этот магазин, что очень порадовало и приятно. Ну, мы ходили вот с девочками, мыли окна у ветерана Отечественной войны. То есть это так было приятно у Бориса Ивановича, как он нам рассказывал о своих подвигах. Мне было очень приятно, я понимала, что я еще нигде не смогу такому научиться, такое услышать, кто меня пустит, какой ветеран Отечественной войны меня вот так вот пустит в свой дом. А здесь я сходила... Да и как знать, в какую дверь постучаться и где ветеран. Помогли, пообщались, вымыли окна, помыли посуду. Было очень приятно. Также мы ездили в храм, ездили в храм, благотворительная тоже у нас акция была, привозили вещи, продукты, кто что может для малоимущих. Пироги пекли, пироги пекли до двух часов ночи, уже говорили. А еще везде дети, я смотрю сейчас фотографии с кулинарного поединка, смотрела одним глазом, кругом дети, семью привлекаете. Наши семьи были, мужья, дети, бабушки, дедушки, друзья. Спасибо большое вам, спасибо большое вашим родственникам, мужьям, детям, которые помогают и поддерживают. В следующий четверг ждем следующих участниц конкурса «Миссис Екатеринбург-2013» здесь у нас в студии ЕТВ. Прервемся на несколько секунд и продолжим. Продолжение следует... Продолжение следует...